МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельские старшоклассники стали переможцами международного турнира юных математиков в Барселоне. Кидание карабина, полоса пирожкоты, гульня мозгобойня. Под Гомелем стартовал туристичный взлет студентской оспекота. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беспечные умовы працы и вытворшая дисциплина. Сегодня в Добрыжском районе прошел семинар, который провели областное объединение профсоюзов и комитет по сельской господарции и харчевания облвыконкам. Темы полевых работ протягнуты наши корреспонденты. Открытое акционерное творчество «Завидовское» у Добрыжском районе сярод лепших. Тут не только добро подрихтовались до уборочных работ, але и за уластный кошт набыли новую технику. Проставникам областного объединения профсоюзов демонструють створенные для работников бытовые умовы. Але при этом не утойвают. Ты, в свою чергу, повинны притримлюваться операционной дисциплиной. Контроль строгий, у тем лику с допомогой видеокамер. На их наявность у господарца никто не скарзится. Кали не порушают, что и боятся нема чаго. Дисциплина в разы увеличилась, так как помимо людей знают, что специалисты контролируют, а еще есть и видеокамеры, которые можно просмотреть в любое время. И память позволяет до трех месяцев хранение информации. Если даже какой-то случай, произошедший на территории данного объекта, можно восстановить факты. Открытое акционерное товариство «Завидовская» первая господарка, где областное объединение профсоюза, упочиня реализацию нового проекта. Ранее, подчас проводимого мониторингу оховы працы, тут вырешали допомогчы аграриям у набыти специального обудка, так званого летнего варианта, у яким можно беспечно прасовать навыд у самый спякотный период. И это не одна инициатива, которую зараз реализуют региональные профсоюзы. Приобретены и оснащены объекты сельскохозяйственных организаций в прошлом году двух районов – Лоевского и Кармянского. В этом году данная работа будет проведена в Октябрьском и Петриковском районах. Приобретены были водонагреватели, приобретены были микроволновые печи, как в прошлом, так и в текущем году. От питаний до помощи, до вытворшей дисциплины и хода полевых работ. Постанье на сёдня на гомельшине сбоживые убраны на 13% площадь, намолодшина коля 97 тысяч тонн. Работы стремливают дожжи, але гэта неадзина перешкода. Готовность к комбайну у господарках зараз складая 85%. Гэта не дзена 10% меньше необходного. Коли ситуация не изменится, то навыд при добром надворье уборочная будет протягиваться на тыдень больше оптимальных терминов, что повележить и так немалые страты. А прочатагу ёсь пытание доставлення комбайнеру до техники. Почас семинару размова об так званой регулировации механизмов. Сдаётся, усе и усё ведают. А на палетках пачас жнева застаются сотни килограммов уроджаю. Потери зависят от технологической наладки комбайна. Может, если не уплотнить, будет просыпаться. Если не настроить нормально молотильное устройство, не будет вымолачиваться, будет с соломой выходить. Если неправильно отрегулировать ветер вентилятора, зерно будет выдувать. Поэтому для этого мы сегодня собрали и агрономов, и главных инженеров. Пытания вытворчай дисциплины были актуальными завсёды. А коли просовать приходится у особливо складанных умовах, увага до их повелишивается. Тем более, что отпочивать механизаторам особливо не приходится. Нехто рыхтует палетки до нового уроджаю, некто займается нырыхтолкой кормов. Их так само необходно собрать с минимальными стратами и без несчастных выпадков. Олег Сунцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Дубружский район. Подякуйте, урачу! В Беларуси стартовал интернет-конкурс «Супердоктор-2019». Организаторы уникального проекта – онлайн-объединение «Докторс Клаб» и Белорусская ассоциация урачов. У рамках конкурсов жихары краины могут поделиться становчими вотгуками про медиков, подать заявку и номинировать доктора Можа Кожны. Переможцем станет медицинский работник, который наберет наибольшую колькость зворотов. У конца года вызначать лепшого урача с кожной в области Беларуси. Абсолютный переможца будет удостоен звания «Супердоктор-2019». Аутор лепшого водгука отримает приемные бонусы от партнеров проекта. Дарайше селета конкурс проводится у третий раз. По выниках минулого года лидером у Гомельской области стала гомельский педиатр Вероника Митсура. Яна набрала больше, как 700 становчих водгуков. Пакинуть свой селета можно до 30-го снежни на сайте «супердоктор.by». Абу дослать на паштовый адрес с пометкой «Супердоктор». Яны стали курсантами у сего на 9 дзен, однако яно было того варта. У военной части 55-25 урачиста закрыли восьмую измену областного военно-патриотичного лагера «Курсантты». Выники подводили на пляцы. Змены у поводзенных подлетков – видовочные. Явгения Кухаронак с подробностями. Всеведнему дельникам лагера «Курсантты» выпал шанс поспробовать на густ армейское житё, а разом с тем проверить свои силы. И размова не только про физподрыхтовку. Выхвать командный дух, когда один за всех и все за одного – головная мета лагера. Хоть термин и короткий, однако режим и полная штуденная занятость зарабили свою справу. Вот эти областные проекты, а в этом году у нас их уже пять, они выполняют очень важную миссию. Они объединяют ребят со всей области. Они позволяют отрабатывать ту форму оздоровления, которая очень и очень нужна. И они воспитывают патриотизм у детей. Спортивные споборниц, армейское навучание, экскурсии, походы у кино и парк аттракционов. Кожный день расписаны по годинах. По словам юнаков, многое им довелося поспробовать у першиню. Были на площадке воркаута, пытались исполнить некоторые трюки. Вот было очень интересно, было увлекающе. И мы попытались повторить парочку из них. Добрые были военнослужащие, которые нас научили строевому шагу и порядку. Мне самое большое запомнилось их зарядка. Самое большое понравилось. Ты будешь зарядкой заниматься в дальнейшем? Буду. Каждое утро. Обещаю. На урочистом закрытии лагера усим удельникам уручили памятные сувениры. Активистов и рекордсменов спортивных заликов особенно отзначили дипломами и подарунками. Подяки отримали так само выхователи отрадов. Евгений Кухаронак, Сергей Лукашук, Телерадоя компания «Гомель». А для удельников туристичного злёта студентская спякота отпочинок только распочался. Больше как 10 годов традиционное мероприемство збирает на вученцев усих гомельских ВНУ. На урочистое открытие злёта завитала Ганна Коральчук. Три дни в далечении от города ежа, приготовленная на вогниши, життё в палатках. Час изменяется, але романтика туристичных взлётов по ранейшому притягивает молодь. У 14-й раз Стюжа, это неофицийная назва фестивалю, собрала самых творчих и инициативных. Тут, как нельзя, отчувается студентское братерство. У той же час кожная команда настроена на перемогу. В прошлом году мы заняли первое место общекомандное. В этом году тоже стараемся поддержать традицию. И, может быть, в этом году тоже у нас удастся выиграть. В этом году мы решили позаимствовать идею у первобытных людей и хотим сделать лагерь именно в этой тематике. И ещё у нас добавился интересный конкурс, как мозгобойня, который пройдёт во второй день. И мы очень надеемся там тоже победить. Думаю, что это очень интересно будет для молодёжи. Форум собрал свыше сотни удельников. И что год, жадающих долучиться до его множества. Але, как трапить эту команду, треба быть и креативным, и компанейским, и выдатным спортсменом, и навод добрым кухаром. Сядеть без справы молодым людям неколи. Насыщенная программа промышает постоянно быть активными. Спортивные споборництвы, сороды яких волейбол, мини-футбол, перетягивание лены, узнятие гиры и полоса пирожкот изменяются конкурсом на лепшую визитовку команды. Так само жюри вызначит лепший палаточный лагерь и имя «Мисс Студентская спякота-2019». Многие ребята, которые первый раз приехали сегодня на туристический слет, а это уже проказывает практика, так и есть, они на протяжении всей последующей жизни ездят на подобные мероприятия. Мы в этом году сделали интересную фишку нашего трусвета. Мы подготовили для каждой команды своего цвета браслет. И я уверен, что мы заложим такую хорошую традицию. Каждый год будем обновлять подобные браслеты. И, возможно, через лет 10-15 уже будем встречать ветеранов туристических слетов по количеству самых этих браслетов. Что год туристический слет проходит массово и масштабно. Он объединяет из гуртового университета областного центра. Но в первую очередь уже была задумана, как фестиваль здорового холода жизни. И этому статусу целиком отвечает. Белорусская команда с триумфом вернулася с 11-го международного турниру юных математиков. Золотый и сребренный медали из Барселоны у Гомель привезли в ушни 71-й гимназии Андрей Гончаренко и Александр Пячонкин. На встречу зимы отправился наш корреспондент. Вероника Гамзюкова. Удельниками международного турниру юных математиков стали представники 10-ти краин света. У всего 15 команд. У интеллектуальным споборницам школьникам нужно было выиграть несколько математичных боев. Они примирали на себе роль доследчиков под час презентации своих выников и роль оппонентов для других участников. В нашу краину представляли две команды, в составе которых были и в учнике Гомельской гимназии номер 71. Александр Пячонкин и Андрей Гончаренко. У меня была цель занять первое место, потому что, скажем так, я бы собрал такое актуальное достижение, что я и на области, у меня был первый диплом и на республике. И вот на международном турнире мне не хватало этого первого диплома, и я его взял, и я был очень счастлив. Ко мне пришло предложение из Московского физико-технического института, вот, и я туда собираюсь поступить, так как мне достаточно сильно нравится математика и информатика. Ну, первые эмоции были такими, что турнир для меня «Айтюм» был первым в моей жизни. Конечно, я был очень рад тому, что у нас была медаль от команды «Беларусь-2». Вторая медаль – это довольно хороший результат. Почему не хватило до первой? Скорее всего, может, какая-то неопытность команды и сильные хорошие соперники. Трихтоваться до международных турниров хлопцы почали еще в середней школе. Поспех в Барселоне выник годовой працы. Займалися с юными талинтами наставницы 71-й гимназии Ирина Ханчаренко и старший выкладчик кафедры алгебры и геометрии ГДУ Мяфранциска Скарыны Вячеслав Мурашка. Я не означаю, что именно командная работа – главный секрет поспеху. С каждым годом уровень команд все растет и растет. То есть, это очень сложные мероприятия. Тут школьники не только должны уметь решать задачу, а уметь докладывать задачу, слушать, что докладывают другие, задавать им вопросы, отвечать на вопросы, уметь вычитывать материалы, то есть, рецензировать работы. И все это на английском языке. И вот если детей научишь именно работать в пятом-шестом классе, то, соответственно, потом у них это уже будет как своя порция адреналина, и они будут уже соревноваться не только между чужими командами, они будут соревноваться между собой, тем самым оставаясь командой. То есть, моя задача как учителя – научить их учиться в плане того, чтобы они работали постоянно. То есть, не только 45 минут урока, что очень-очень мало, но и вне урока в том числе. Подадзенных Министерством Эдукации – лепшие выники математичного турнира у белорусов. За все годы выступления у скарбонцы наших юных математиков семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Вероника Гомзюкова, Евген Макеенко, телерадуя компания «Гомель». Редкая удача усмехнулася мазырскому рыбаку Михаилу Мицуры, и он выводил большим двухметрового Сома. Гигант попался в Припяти прямо в межах города, когда мужчина рыбачил золотки при допомозе спиннинга и квока. По словам Михаила, боротьба с рыбой протягивалась, когда полгодины. Затым рыбак принял решение натягнуть Сома до берега. Трофей померили сбегшиеся з усёй округи рыбаки, яхода ужиня склала 210 сантиметров, а вось узважить не удалося. А лепавод для оценок – вага такой рыбы больше, як 60 килограммов. Гэта и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до сустречы у эфира. ДТП произошло в темное время суток. Выполняя поворот налево, водитель автомобиля «Ситроэнг Санси» столкнулся с мотоциклом «Хонда». Тот опрокинулся, а 56-летний мужчина, который управлял мотоциклом, получил травмы и был доставлен в районную больницу. На перекрестке неравнозначных дорог водитель, который движется по второстепенной дороге, должен уступить в дорогу автомобилям и также мотоциклам, которые движутся по главной дороге. Поэтому, уважаемые участники дорожного движения, будьте, пожалуйста, внимательны и не забывайте о соблюдении элементарных правил дорожного движения. Поджог – основная версия причины возгорания частного дома в деревне Каравати, Череческого района. Это видео сняли пожарные, когда подъезжали к месту происшествия. Огонь поглощал остатки деревянного дома и сарая. Сельхозстроение полностью уничтожено, а в доме пострадали крыши, потолочное перекрытие, деревянный пол и имущество. В общем, сгорело почти все, но пожарные не дали огню перекинуться на соседние постройки. Пострадавших нет, ведется проверка. Милиция продолжает поиски матери-младенца, который накануне был обнаружен в туалете Гомельской областной больнице. Новорожденную девочку нашли в раковине умывальника, а рядом лежал пакет с ее вещами. Кто подкинул ребенка, сейчас пытаются выяснить правоохранители и ведут поиски свидетелей. Малышке от роду всего неделя. Состояние здоровья девочки оценивается как стабильное. Ее нашла работница детского корпуса больницы. После полного обследования новорожденную переведут в дом малютки. О биологической матери сведений нет. Ее поисками сейчас занимаются правоохранители. Те, кто располагает полезной информацией, они просят сообщить об этом по номеру телефона прямой линии 102. Продолжается розыск неизвестных, которые накануне сообщили о заминированных зданиях управления БРСМ в Минске и областных центрах. В Гомеле из офиса молодежной организации были эвакуированы все работники. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. При помощи служебной собаки велись поиски возможного взрывного устройства. Но такового не обнаружили. Ложными оказались и остальные сообщения, которые пришли на электронный адрес управления БРСМ в столице Могилеве, Витебске и Гродно. По факту ложного минирования объектов возбуждено уголовное дело. Сотрудники следствия допрашивают свидетелей. Проводится проверка компьютеров организации. Напомним, волна сообщений о минировании зданий, вокзалов и торговых центров прокатилась в этом году в конце весны. Но, как рассказали правоохранители, тогда злоумышленники действовали из-за границы. Органы внутренних дел акцентируют внимание, что такие деяния причиняют существенный вред как предприятиям, так и гражданам. Эта информация способна посеять панику среди населения, нести неудобства в повседневную жизнь. К тому же, правоохранительные ведомства, оперативно реагирующие на сообщения, затрачивают на его проверку время, силы и средства. Следует понимать, что по каждому факту сообщения об опасности возбуждается уголовное дело. Если шутник в кавычках будет признан виновным, ему придется не только нести уголовную, но и материальную ответственность, равную сумме, которая была затрачена на проведение специальных мероприятий. В связи с этим в очередной раз напоминаем об уголовной ответственности, которая в подобных случаях наступает 14 лет за такие противоправные деяния и призываем отказаться от совершения необдуманных действий и поступков. Санкции статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь – заведомо ложное сообщение об опасности – предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мария Мамашук завоевала золото престижного борцовского турнира. Гомельчанка стала победительницей крупных рейтинговых соревнований Яшар Догу-2019. Беларуски не было равных весовой категории до 68 килограммов. В финале она одолела спортсменку из Канады Даниэль Лапаш. Кроме золота Мамашук в активе белорусских девушек две серебряные и одна бронзовые награды. В турнире принимали участие 300 борцов из 29 стран мира. Среди них были чемпионы мира и чемпионы Олимпийских игр. В 14-м туре чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге и всем представителям нашего региона удалось разжиться очками. Один балл набрал спутник. Весьма результативной ничей завершился поединок речицкой дружины со столичным НФК. 3-3. Гомельский локомотив нокаутировал на своем поле слоним 2017. 4-0. Химик взял свое в матче против аутсайдера чемпионата. Победа над Барановичами на выезде 3-1. В турнирной таблице локомотив уверенно держится на третьей строке. Спутник на четвертой. Химик на 9-м месте возглавляет турнирную таблицу Смолевичи. В Бресте состоялся чемпионат Беларуси по академической гребле. Команда Гомельской области выиграла общий зачет соревнований. На счету представителей нашего региона 10 золотых наград. Также завоевано 27 серебряных и 17 бронзовых медалей. Чемпионат Беларуси по академической гребле проходил в Бресте. Гомельчане завоевали серебро на чемпионате мира по пятиборью среди юниоров Польши. Они поднялись на вторую ступень пьедестала почета в командном зачете. В составе команды были Евгений Орел и Никита Иворовский. Отличились и другие воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. На республиканских соревнованиях Кубок Тысячелетия Бреста по стрельбе из лука Евгений Смольский стал вторым в упражнении дуэль. Даниил Кравченко также завоевал серебро в упражнении дуэль-микст. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин